Мир, Ян, во всей своей красе. Прямо сейчас на волнах Аврора, друзья. Всем салют, это Нехочу в Америку. Нас здесь в студии очень много, поэтому заходите. RadioAvrora.am смотрите, оценивайте, участвуйте в нашей беседе. Сегодня она будет интересной, потому что и гости интересные. Самое главное, потому что у нас интересные слушатели, которые также будут в Нехочушке в нашей участвовать и смогут выиграть 10 тысяч драм, если дозвонятся в программе по номеру 091-76-107. Ребят, ребят, голос, голос, голос. Все, все здесь. Это Рузик Шагиняна. Здравствуйте, друзья. Артур Герамян. И, конечно, главное в нашей студии сегодня гости из Мэйцо Продакшн. Две прекрасные девушки. Можете вот как раз на сайте зайти и тоже оценить. Они и Гаяне. Девочки, здрасте. Здрасте. Как доехали? Хорошо, спасибо. Только чуть-чуть погромче подождите и поближе к микрофону. Я скажу нашим слушателям, для тех, кому словосочетание Мэйцо Продакшн, может быть, ничего не сказала, это он же Мэйцо Мюзик Клаб. Вот этот музыкальный сейчас, это такое направление стало достаточно модным у нас, когда не в больших таких концертных залах советского типа по 500 тысяч зрителей, а можно вот как-то вот в более компактных, в более камерных условиях устроить себе музыкальный праздник. Да и, кстати, вот об особенностях нашей страны, у нас же клубы-то ночные не популярны, не только ночные, но и диско-клубы не популярны, но мюзикалы популярны. И вот как раз первым был Мэйцо Продакшн, который занимается организацией концертов не только в Мэйцо Клабе, но и вообще. Вот вы из Продакшена как раз. Да, мы как раз Продакшена. То есть вы с они, девочка, то есть ГНА и они у нас сегодня. Вы отличаетесь тем, умом и сообразительностью, во-первых. И, видимо, вы шустрые, Лехек. Потому что иногда с артистами договориться... Иногда, Рузик. А, сложно? Я не говорю, что дорого, там деньги и так далее. Но они же все и капризные. Капризные, нужно быть кипкими, нужно... Такие райдеры бывают, что... Последний идиотский райдер, который вам сейчас... Я только поправлю микрофончик. Последний идиотский райдер, которого в Армении нету и вообще, не знаю, в регионе нету такого. То есть Зимфиру хотели привезти, что ли? Она, говорят, капризная в этом плане. Можете не говорить, кто хрен с ним. Рокеры? Да. А вообще вы кого привозили? ДТА. Грушевчика. Так, да, это мы слышали, да, многие ходили. Мамень, мамень, меня про райдеры интересует. Идиотский райдер. Что там было идиотского, что вас задело? И что невозможно было исполнить? Ну нет такого, что невозможно исполнить. Но было сложно. Очень дорого бывает. А вот из бытовых такие глупости бывают, как... Дорезка овощей. Тростниковый сахар, допустим, 20 граммов. Не знаю, вот что-то... Наверное, бытовые райдеры, они более идиотские, потому что технически все-таки это более профессионально. Удел глупых райдеров, это вот люди, которые вдруг дорвались до славы. Как правило, бывают среди артистов люди скромные, которым в принципе райдер без разницы. Чей-то телефон можете спрятать, друзья, да, потому что он, наверное, пипикает. Знаете, в основном, если очень профессиональные и известные люди, они не обращают на это внимания. Вот я, наверное, тоже так думаю. Да, если не очень, то да. Если такая звездулька. В основном русские очень часто обращают внимание. Нет, я вам скажу, в чем проблема. А вот зарубежные нет, с ними более легко общаться. Легко. У российских артистов почему райдер такой? Потому что они в основном, когда у них бывают концерты по всей России, например, там, не знаю, Комсомольск на Амуре или, не знаю, где-то в далекой глуши. Там не до райдера. А естественно, они такие требования в бытовом выдают. И, конечно, у них уже типовой райдер, они уже не распределяют. В Ереване они или не в другом городе. Универсальный какой-нибудь. Девочки, а армяне? Вообще, у армян есть такое понятие, как райдер? Армянских звезд, что они хотят? У них тоже есть райдер. Коньяках Тамар. Серьезно? Это кто? Кто из наших звезд такой? Реинкарнация. А, ну они, да, они любят это дело вообще. Нет, в основном у всех есть и бытовые райдеры, и технические, конечно. Технические намного серьезнее, естественно. Ну, в общем-то, вот так. А если отвлечься немного от работы? А можно не отвлекаться? Одну секундочку, я так скажу. Кто из наших звезд сейчас самый звездный? Ум звезд, Наталь. Такого, я думаю, что... Не знаю. У нас немножко класский формат. Да, у нас джаз, рок и классика, так что... А вот реинкарнация, с которой вы сталкивались. Какого из трех они? Они наши друзья. А, чисто поэтому. А сами себя они кем считают? Джаз, рок или... Нет, они рэгги. Они арменин рэгги-бэнд. Ладно, хорошо. А, окей. И все же, и все же, я сама была свидетелем того, как... Ну, у них есть такие звездные замашки. Бывает. Ну, знаете, у всех... Особенно последних. У всех творческих людей есть какие-то... А у вас есть замашки звездные? Нет, я не творческая. А почему вы думаете, что вы не творческая? Я не пою. Творчество, это только петь и играть. Нет, поет. Нет, это же еще и мыслить. Мыслить тоже можно творчески. Нет, ну, в смысле на сцене не творю перед зрителем. Вот в этом плане, да. У нас мышление творческое. Может быть, мышление, да. А вот скорее организуем концерт. У девочек с творческим мышлением. Было когда-то желание уехать отсюда? Вот даже исходя из контекста нашей программы. Я думаю, что... Не знаю, они как... Я знаю, как они думают, но я сама от своего имени скажу, что у меня лично не было желания уехать из Армении, тем более в Америку. Так что я действительно не хочу в Америку. Гайна, вам сколько лет? Если это не секрет. 33 будет. Молоденькая совсем, молоденькая. Никогда за эти 33 года такого желания не возникало. Торен, Гайна, Хокнелем, Ельгерий, Ельгерий. Наверное, я из тех многих людей, которым повезло, наверное, больше в своей стране, в своем городе. У меня нормальная работа, семья, друзья. А вот что вы сделали для того, чтобы у вас была нормальная работа, вообще нормальная жизнь? Она же не в другую свалилась вам на голову. Она не свалилась, я вам скажу. Я, во-первых, училась хорошо в школе, окончила золотой медалью, потом в институт поступила, естественно, знания, какие-то навыки, знания языков. Какой, кстати, институт? Ельманский государственный университет. А что за факультет, который сейчас... Философия и психология. Ага, так, так, интересно, просто так. Вообще-то я не по специальности работаю, на самом деле. Ну, почему? Не совсем по специальности. Это тоже, по-моему, как гуманитарий, общаться тоже. Да, гуманитарий, в общем-то. То есть для того, чтобы иметь хорошую работу, интересную, главное, да, нужно, во-первых, учиться, думаю. Нужно приобретать какие-то знания. Да, навыки, знания. Ну, это везде. А вот в Армении еще что помогает для, вот, как-то устройства на работу вообще? Наверное, все-таки есть такой момент, когда знакомство, друзья, то есть круг общения. Не без этого. Не без этого, конечно же. Но я думаю, все-таки даже при наличии таких многих знакомых и друзей, да, нужно все-таки кое-что из себя представлять. Да, потому что ты потом этого знакомого подставишь. Подставишь, конечно. С, у, м, с, б, р, а, е, семечет. Вот такие, да. То есть ты уже не сможешь реализовать, на работе ты уже не сможешь себя как-то реализовать. А Ани, а как вот у Ани сложилось? То есть вы, например, было у вас желание, как у ГНР? Ну, если честно, иногда бывают, да, такие желания, чтобы отдыхать за рубежом. Как раз речь не об отдыхе. Отдых нормально. Бывают деньги, поехали, приехали, нормально. Даже на практику уехать, там, поучиться, но вернуться. Нет, иногда бывает такое. Я вас только, Ани, чуть ближе к микрофону, ага. Хочешь все забросить, все, там, поеду, не знаю, куда-то. Вот что случилось в последний раз, когда вы, может быть, такие моменты в голове проскользнули? Наверное, зависть. Зависть к тому, кто живет там и легче. То есть с теми усилиями. Нет, 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 зависть, кто живет здесь и как-то мешает и работе, и в... Зависть здешних, то есть конкурентов. А вообще мы завистливые. Ребята, как вы сейчас смотрите на ситуацию? Хосумэнк, Нахансбэль, все же нам всем можно не позавидовать, потому что если сейчас поднимут цену на электроэнергию, просто... Поднимут цену на все? Да, на все. Тору пахы. Может быть, даже и билеты в Мэтсоклабе тоже поднимутся. Вот, например, как раз сегодня, сегодня же все производители армянского пива подняли цену на пиво. Как бы заведомо, заранее уже. А, кстати, у нас наоборот. То есть у нас ценовая политика изменилась. Например, Джаз-фест в сентябре 17, 18 и 19, и будет специальный гость Ричард Бона из Америки, и у нас будут очень низкие цены. Вот если не секрет, в каких они? От 5 до 25 тысяч. Это считается недорогие билеты? Для Бона это считается недорогие. Если бы они были дорогие, то стоили бы сколько, например? Я не знаю, там 50, 60, 100. От 15 тысяч до 100 тысяч. То есть были недавно концерты, уже не можем вспомнить, но был ценовый сегмент от 15 до 30-40 тысяч. Вот так, да, порядка. То есть низкая, самая низкая цена, 15 тысяч, это уже как-то дорогое. А у нас с 3-х, с 5 тысяч начинается. То есть пока на вас не сказалось, дай бог не скажется, если только эту цену на электричество, на электроэнергию не поднимут. Как вы сами к этому относитесь? То есть сидим ли мы все вместе, сложа руки и ждем, что над нашими головами сгущаются тучи эти? Что нам делать? Вот кто-то пытается, устраиваются акции, выключается свет, мы как бы кричим. Но акции надо. Акции нужны. Это зазвонил друзья телефон, который 011-21-10-07, а он действует у нас относительно пробок на дорогах. Лилия Танделян пошла отвечать, если вдруг где сейчас будет пробка, милости прошу, она непременно озвучит. А для прямой эфирного телевизора, вот сейчас, чтобы попасть в прямой эфир, Лилия Хэгджан Зарёйна Сунмэк, Иотана Сунвэк, Стас Зарюет. Буквально совсем скоро вы непременно окажетесь в эфире Авроры для того, чтобы стать главным участником и, конечно же, попробовать выиграть 10 тысяч. А у меня еще вопрос. Вот помимо электричества, понятно, что это проблема, которая сейчас будоражит всех. Мы все об этом думаем, я уже не говорю о производителях, о тех, кто здесь делает бизнес. На каждом из нас это скажется. Но что вот еще вам, допустим, не нравится в Армении? Именно не. Раздражает, может быть. Помимо зависти. Честно? Да, конечно. Да, именно честно. И не дзевакан, то есть арханька, аракасэк. Инчвортех, инчвормартех. Терес русская. То есть вы имеете в виду то, как сейчас... То есть то, что сейчас происходит, да, нет грамотного подхода со стороны. Грамотного менеджмента, да? Да. Что такое для вас грамотный менеджмент? А если бы вы были в политике, что бы вы как... Не дай бог. Но предположим, что бы вы сделали? Вот у вас такая возможность, и вы оказались вот в этой власти, которая сейчас, как вы правильно сказали... Объяснила бы, почему мы сейчас завышаем цены. На все причем. Не важно, доллар упал, поднялся, трансферы из России есть. Нет. Нам все равно. Просто людивый народ не понимает, что происходит. А может им надо объяснить? Ну им объясняют, им говорят, что наша вот эта вот компания, которая у нас отвечает за электроэнергию, накопились у нас, оказывается, какие-то долги, за что сейчас должен народ отвечать? Да, потому что за телефонные разговоры они платят ежемесячно из наших же карманов просто миллионные деньги. И все мы, естественно, понимаем, что это просто... Кстати, я недавно узнала, что американцы платят налог за прибыль, хотя такого налога на самом же деле нет. Но у нас тоже есть налог на прибыль, котик. Но у них нет такого закона. Но они платят. Потому что это им так... Преподнесли им. Преподнесли. А какой там процент, интересно? Например, 0,5. 26, кажется. 26? Я точно не хочу в Америку. Даже здесь ниже. Нет, ну смотри, то есть проблема у нас в чем? В пиаре, в обыкновенном пиаре мы просто не умеем разговаривать и объяснять людям? Да. А ладно, допустим, мы просто не хотим. Может, мы не хотим объяснять? Рус, нет, ну давайте смотрите. Ладно, мы объяснили народу, почему поднимаем цену на электричество. Но денег-то нет у людей, у многих. Потому что, да, у нас зарплата... У нас же не поднялись зарплаты. 60 тысяч, да, и они не меняются. У нас хотят поднять проезд на транспорт. У нас поднимается или хотят что-то добавить в хлеб. И так далее, и так далее. Столько всего, что действует на психику, но при этом абсолютно не меняется зарплата. Сколько, не объясняй, девочки, вот сколько бы мы не объясняли. Вы знаете, относительно зарплат, да, вы говорите, что не поднимаются. У вас поднимаются, например? У нас бывают иногда премиальные, соответственно, проекты. Ну, зарплата пока что не поднялась. Но у меня такое вот замечание, да, по поводу зарплаты и вообще рабочих. У нас в городе, да, я относительно Еревана могу сказать, очень большой дефицит профессионалов. То есть очень часто мы сами в нас в клубе хотим... Бывают вакансии на работы всякого родного. Вот-вот-вот, какие работы, какие? Я вам скажу, официанты, посудомойщицы, сторож. Много людей приходят на то, чтобы устроиться? Или вот у нас в стране не принято, я не хочу убираться? Во-первых, очень многие не приходят, потому что это, как бы, извините за выражение, западло работать в уборщике, хотя в Америке они похуже делают. Да, мы об этом не раз говорили. Но, кроме того, если даже и некоторые устраиваются, они просто не могут... Даже уборщик должен быть профессионалом в своей области. А у нас с этим проблема. Откуда тут зарплате поднимать? Как может... А, в этом же... То есть даже... Я вот, я лично сама... Я поняла. Я бы и подняла зарплату тебе, дорогой уборщик. Да. Но ты так работаешь, прости меня. А это Мунатов. Как всегда, уборщик, официантка. Бывают же официантки? Да. Мунатов. Человек, правильно? Мунатов, не знаю. То есть это сфера сервиса, да. Нужно, знаете, во-первых, иметь человеческие качества в первую очередь. И иметь коммуникационные качества. И вообще делать свою работу нормально, хорошо. Не важно, что ты делаешь сегодня, либо завтра. Не важно, ты к кем ты, директор, ты уборщик, или не знаю, ты кто в своей области. Ты должен быть профессионалом. В каждой своей области. У нас с этим сейчас в Армении проблема. При том, при всем при этом, мы считаем, что мы отличные. Мы профессионалы. Да, мы почему-то у нас... И самая линча, и самая линча, и гитэн, более орицидар. У нас только, типа, стул министра подавай, остальное, мельхаков, горс, чекай, и все такое. Вы знаете, Гайна, у нас как раз недавно, вот просто иллюстрируя ваши слова, у нас недавно была, она и сейчас, собственно, действует в силе этого вакансия, веб-дизайнера. Мы давали объявление. У нас проблема, кстати, с дизайном. Абсолютно. И некоторые из звонков сводились к следующему. Более, здесь есть дизайнер, из веб-дизайнера, ворна. А, ну это уже не ворясь, мебель, а салькум, кау, и ка салькум. Представляете, вот такой контингент приходит, хотят... При этом инка дизайнера, у при этом инка артенис карт, ну, ашхатаварцы чапит, графикиц, ашхатанкаин, явален, явален. Они, понимаете, нерву мэн, воль, межам, а вэль, пэткаган, горцы, и камчихна. Ну, то есть с этим дизайном у нас тоже, да, мэйцопродавшен занимается, знаете, различными проектами. У нас тоже бывают вакансии дизайнеров, людей с творческим мышлением, с творческим подходом. Во-первых, всех интересует только зарплата, естественно, это понимаем, это нормально. Абсолютно, меня бы она тоже интересовала, но, по-моему, это не первый вопрос. Первый вопрос, во-первых, я могу ли я себе позволить пойти на эту работу, то есть мои профессиональные... Я соответствую требованиям данной фирмы, да, на эту работу. А даже если не соответствую, возьмите меня, я научусь, потому что у меня есть желание, понимаете, такое же... Нету, желание работать, желание развиваться у людей. Вы знаете, мы не требуем, допустим, сотрудников, чтобы был у них ашхатанкаинпорт 10 лет. Абсолютно, вот чего к чицам бумажка такая импортилась. Никто из нас, да, не был так. Но, допустим, они могут, так сказать, за месяц, за два, за шесть месяц, дайте мне время, шесть месяцев. А че, я не знаю, а вот это... Развития мы не видим. Очень малого количества людей есть желание развиваться, что-то новое попробовать. Даже просто задаром, знаете, очень много проектов мы делаем с Аней у нас на фирме, просто так. Я понимаю. Потому что нам интересно. Нам интересен сам процесс. Потому что это вам останется. Да, потому что, во-первых, наш опыт. То есть нам, во-первых, интересно то, чем мы занимаемся, и результат. Чтобы было, знаете, чтобы то, что мы делаем, было правильным и красивым. Чтобы не был какой-то непонятный продукт. И потом нам сказали, а мод цеса, синча аретик. То есть очень много мы просто работаем так. У нас бывает график иногда в нерабочее время, мы остаемся подолгу на работе, над проектами работаем и все такое. Но мы не первый вопрос мы своему начальству не задаем, а сколько вы мне за это заплатите. Правильно, девочки. Это интересный очень подход. То есть это очень важно. Помимо кайфа, опыт, опять же, который останется вам, не вашему руководству и не этому клубу. Он всегда будет ваш. Вот это умение. Вот то же самое в начале я разговаривала о том, что нужно иметь знания, потом уже, допустим, на нормальную работу идти. Но кроме этого и опыт тоже. То есть ты должен хотеть иметь опыт и хотеть каждый раз что-то новое попробовать и новые знания обрести. У нас с этим проблема. Девочки, еще поскольку вы все-таки умные, я так погляжу, прямо очень. Я не могу не задать этот вопрос. Тем более, что сейчас Аврора 6 июня вещает в Арсахе. Во-первых, я приветствую всех карабахцев. И вот такой вот вопрос к вам. Просто ответьте мне. Хотя это может быть такой... Ну, я знаю ответ. Почему, когда у нас... Да, это как если взять, что если... Вот сегодня с директором мы на эту тему говорили. Он говорит, Рус, это похоже на то, что если у тебя в доме прорвет канализационную трубу, ты просто переедешь в другой дом. Ты не будешь пытаться ее как-то починить, что-то сделать. А вот в Карабахе, да, вот если, когда я еду туда, меня первое, что поражает, что несмотря ни на что, это люди позитивные, они улыбаются. Несмотря на то, что каждую секунду там может начаться война. Но они не уезжают. Они остаются. И они ей Богу готовы. Все мужчины, с которыми мы общались, и женщины тоже, в свою очередь, они готовы стать грудью. Они стояли когда-то. Почему так? А почему так? Менки лысел, кашелью, руководитель, бухарь на улицах, не кисть вода и все же паник тарель микки чменькая станции какие-то затопах и от тебя же не убежишь правильно тебя не убежишь я вам скажу в чем наверное я вижу да проблему почему хотят все уехать потому что они не пытаются что-то попробовать здесь они боятся ошибиться я думаю что потому что у нас самомнению армян завышенная да вот еще говорили все это профессионально оставить уехать в америку допустим да и там заниматься не знаю чем а потом фотографироваться у крутых автомобилей вот смотрите мы в америке все так а это мой дом за вида то есть мы отсюда нам не видно чем они там занимаются а здесь мы видим чем они занимаются то есть этот комплекс наверное есть они мэть мэс хо сальси мэть бань чайна на умстах чанель порт не пытаются да а по мне лучше если то время то адаптируешься в чушьей стране нужно это время просто потратить и эти силы своей собственной стране постараться решить здешние правы вы чертовски правы хорошо там где нас нет но все-таки где мы есть там настоящий праздник давайте по тема просто бесконечная друзья и очень интересно с девочками на нее разговаривать потому что они за словом в карман не лезут у нас реклама слава богу я ее очень люблю потому что именно после этой рекламы друзья номер телефона 0 91 76 10 0 7 станьте пожалуйста участником нашего прямого эфира и выиграйте 10 тысяч а мы тоже никуда не хотим друзья мы хотим здесь жить в армении развиваться веселиться дружить работать да и вообще просто жить у себя дома потому что в армении это наш дом и и в этом есть свои плюсы у нас гостях я напомню на авроре и на радиоаврора точка эй ем мэйцо продакшн мэйцо клаб две прекрасные девушки они и гаяне девочки еще один вопрос мы уже обсудили с вами минусы сложности проживания в нашей стране давайте поговорим о том что все таки здесь здорово и хорошо откуда ну прям вообще никак не хочется уезжать потому что этого нет нигде примеру да мы можем сказать что вот мы ленивые армяне мы темы 5 10 но ведь есть у нас вот когда говорят джан вот есть у нас армия душа который нет ни в америке не в россии а что еще есть у нас хорошее друзья друзья гостеприимства то есть то что после работы ты можешь пойти кому-то просто незапланированно так не знаю к тете другу подруги бабушки просто посидеть попить кофе то есть люди сами люди бесценно мнение наших слушателей видимо их очень задела наша дискуссия вот буквально которую мы развились а я еще будем спорить а минуты три назад ну потому что мы конкретно прошли не но мы прошлись по самим себе понимаешь я тоже я тоже из этой крови и плоти или где но позвонил наш дорогой один один из наших прошлых выигрышев который помнишь отбирал замочки на машинах если кто-то да 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 конечно ну вот уехали у меня все клиенты мои все клиенты уехали бизнес нет все потребители что мне теперь теперь делать ведь я тоже вынуждена уеду вслед за ним за моими клиентами ну в общем такой поворот событий тоже есть друзья давайте послушаем нашего дозвонившегося героя а здравствуйте 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 как вас зовут меня зовут арташес арташес да 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 вы вы что я звонил к вам уже два года по ограблению по по не знаю по всем номерами дозвонились дебютом да арташес а номер то оставьте чтобы мы вас не потеряли 095 так 21 21 21 21 11 21 21 21 ну арташес расскажите вы армянин я армянин да я родился в армении родился в еване так женат у меня маленькая дочка трехлетняя через месяц у меня родится сын армян как трогательно я сам фармацевт она тоже фармацевт в семейный бизнес до аптеки либо производить лекарства что что делать мы работаем в компаниях фарм компаниях например в какой у нас сегодня например в ограблении это тоже популярно стало молодой человек из фармацевтической фирмы ликвор а вы у меня компания такеды это японская первая в мире японская компания во всем мире гиромян здесь узкоглазовая себя строить друзья на сайте это все видно на тройном w radio aurora.m заходите смотрите как у нас тут японец и так вы работаете в такие 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 что она делает что это за лекарства японские это передовая компания передовая фармацевт компания которая производит лекарства для всего мира ну а чего лечит в леду много чего то все пороза сахарный диабет сердечные заболевания ну что у нас гинекология неврология а вот интересно арташес ладно компания из японии вы вообще к вам приезжали японцы чему-то вас учили пока нет пока нет а вы в японию а может вы поедете их там чему научитесь может быть может быть и пойдем пока мы их не видели пока них на они нас не видели пока но будем в дате будет отдать это мы тоже будем надеялись потому что но хотелось бы хотя бы разок побывать японии правда потом обязательно вернуться в армению вот вы вообще сами хотите уехать арташес или у вас все-таки все сложилось не пока что все сложилось пока что Пока работаю, да, пока не хочу Много родственников там живет Где, где больше всего живет родственников? В Америке, в Барселонии Зовут, зовут? Кого? Вас, вас к себе А меня Арташес Нет, они вас зовут к себе Это я уже выучила наизусть, мой родной Они зовут, конечно, зовут Они за нас бросают там гринг-харты в Латарию Ну, за нас Серьезно? Подождите, Арташес, вот хороший вопрос Вот если вы выиграете Они за вас кинули, вы выиграли Поедете? Я должен подумать Ну, наверное, так 90% нет Нет, почему? 95% нет Ну, потому что пока что у меня тут все нормально Родители здесь живут А если завтра будет ненормально, Арташес? Если завтра денежек станет поменьше Фармацевтические компании Не дай бог, что-то там не так будет Я думаю, что нет Я останусь на своей земле Пусть мои дети тут растут Пусть мои дети тут обучаются Не надо нам никак Котик, как вы смотрите на предстоящее повышение цен на электроэнергию? Понятно, что плохо Что вы думаете на этот счет? Я то, что думаю, не хочу по радио даже объявлять Но нехорошо отношусь к этому Не надо даже А мы пипку включим Пип? Вы можете пип? Как вы думаете? В итоге поднимут Арташесик В итоге поднимут цену? Да, я думаю, что да Потому что уже по-моему даже объявили Что на 7 процентов 7 драмы уже поднимаются Не на 7 Вы знаете, у нас хорошая новость Сказали 6 и 9, товарищи Представляете? Мы должны поклониться за это 6 это больше, чем 5 Но меньше, чем 7 Что-то в этом духе Арташес, вы сказали Вы из Еревана Да, я из Еревана А вот ваш Дзеренг Мама у меня Армянская Тбилисская А дед из Еревана Вот прям А может бабушка Дедушка откуда? Нет, я из Еревана Все из Еревана Какие вы прям А где вы живете В Ереване? Я живу На улице Камитаса Ой, наш район Давно вы там? Или это Папа Кантонеж Нет, только год тому назад По ипотечному кредиту Купил дом Много? Сколько вам в месяц Обходится ваша ипотека? 350 долларов в месяц Долларов Это скольки комнатная квартира? Одна комнатная квартира На 11 лет ипотека Сколько вы уже лет Отсидели? Полтора Отмотали Срок Господи, это же срок Ладно, я вам желаю Ну а что, говорите срок А в Америке берут на 50 лет И они 50 лет живут И выплачивают этот кредит Дело в том, что в Америке По-моему, они не выплачивают Они могут отказать Там по-другому Там принцип немножко другой Так же, как и машина Другой Потому что что ГНН? Они могут умелить До этого не дожди Они точно могут Это мы вечные Да Арташес Про квартиру Я и забыла Запамятовала Что вам нравится У нас? Что не нравится? В Армении? В Армении, в Ереване На вашей улице В вашем доме В Армении, в нашей улице Мне нравятся мои соседи Кран открываешь Чистая вода Второе место занимает Да Да И все такое А ведь апреллево Птица к кошке Мне нравится А вы сейчас во что одеты? Птица к кошке? Нет, у меня дресс-код, ребят У меня костюм Смотрите Ребята, кстати, у нас на выигрыш Немного времени осталось Давайте выиграйте уже, пожалуйста Сейчас будет вопрос Давайте и они У нас тут такие девочки Такие красотки Вот Я видел их по интернету Я даже с вашим менеджером знаком Я был у вас Я брал у вас Кёбетки, ленточки Брал у вас Эти все остальные ваши Сейчас будете, я надеюсь Не забудки Не забудки Я никогда не приходил Давайте Давайте попробуем Давайте Ну, Арташес, вы знаете Что мы сейчас в тестовом режиме В Арцахе вещаем С 15-го числа уже все будет официально Сегодняшний вопрос будет посвящен Нагорному Карабаху И так, дорогой мой Арташес Пожалуйста, скажите Как вы думаете Как называли Нагорный Карабах Ученые и социологи В середине и во второй половине 20-го века Нужно будет просто подумать Просто подумать У нас есть три варианта Если Мы будем помогать Да Если вы подумаете Точно ответьте правильно Итак, вот вам три варианта Нагорный Карабах Называли эпицентром долгожителей планеты Да Называли эпицентром горьких трав планеты Либо эпицентром автомобильных пробок Середина и конец 20-го века Вопрос очень интересный Просто вы сразу не отвечаете Пожалуйста Давай еще раз варианты ответа Итак, вариант Ворпес Эпицентр долгожителей планеты Эпицентр горьких трав планеты Эпицентром автомобильных пробок Давайте с методом исключения пойдем Подожди, вы не торопитесь Вы не торопитесь Потому что я понимаю Что сначала вам, наверное Даже не хочу говорить Но очень хочу помочь Давайте так Подождите Я с другого вопроса начну С чем у вас ассоциируется Арцах? С чем? Арцах? Так, помимо Помимо Арцах Война Еще Согласна Так, горы Так А еще Степанаки Что обычно? Рядом с чем? Вот прям вот говорят Да, вот прям все Дедушка Вот, вам помогают уже Деду Бабу Они там так называют Деду Бабу Да, там у нас еще Деду Бабу У нас там помещено А теперь давайте исключать уже Ага Идава Мы исключаем машины 100% мы исключаем Оттуда В 20 веке Я думаю, не думаю Что там Это какие-то пробки Ну, я думаю Или первый, или второй Но в плане Больше к первому ответу Это который? Это который? Долгожитель Долгожитель Недаром там Тати к папе Деду Бабу Деду Бабу Да, девочки кивают Я думаю, что это там Долгожитель больше Вместо того, что Горьких трав Не очень И горькие, и сладкие Там же травы-то Не только горькие Правильно? Да Давайте лучше Долгожитель Нет, больше Долгожитель Давайте долгожитель И это правильный ответ Эпицентром Долгожительной планеты Называли Нагорный Карабах Потому что Там во время СССР Проживало Самое большое В СССР Количество людей Старше 100 лет Вы представляете? Ага Там было очень-очень Много стариков Они все жили Очень хорошо Именно поэтому И был установлен Памятник Мэнкинг Мэйр Сареля Или как мы его все знаем Татык Папик В общем Ну и кстати Он же изображен И на гербе Карабаха Так что Вы молодец Вы молодец Здорово Выиграли 10 тысяч Драм Еще раз поздравляем Кстати, спасибо Можете сказать ГН Потому что она, конечно Помогла ГН Они за вас болели Причем искренне Искренне Это в отличие от нас Спасибо, ребят Спасибо вам Арташес После эфира Объясни вам Как нам Хотя бы забирали Георгиевские незабудки Тогда ждем В любой момент Просто не забудьте Захватить с собой Какое-либо удостоверение Якутси Водительскую дошли не можно? Окей Да Водительскую дошли не можно? Берите Нужно Хорошо Спасибо Все, ждем Ждем Спасибо, ребят Спасибо вам большое Друзья Наш сегодняшний герой Арташес Выиграл 10 тысяч Ответив правильно на вопрос Чем является Артсах Это как эпицентр долгожителей Арташесу Человек крайне молод Но буквально совсем через месяц У него родится сын Которого уже знают Как назовут Назовут Армен По всему прочему У Арташеса есть дочка Живут они в квартире По ипотеке Взяли ее полтора года назад И платят за нее ежемесячно 350 баксов Не больше, не меньше А 380 баксов Вот так вот Будут платить 11 лет Ну, надеюсь, 11 лет пройдут быстро Это прямой эфир На Радио Авроре Друзья Программа Не хочу в Америку Пытаемся в нее Не хотеть В эту самую Америку Вместе с нами Не хотели в Америку ГНР И, девочка Они Они работают В Мэтсо Продакшн Мэтсо Медик Он же Мэтсо Мюзик Клаб Девочки, большое вам спасибо Спасибо за приглашение Спасибо огромное Друзья А мы всегда с вами на связи И Лили Танделян Совсем скоро Ну и периодические Вкрапления в эфир И, пожалуйста Если где-то вы стали Свидетелем пробки Это наши пробочки Всем всего доброго Пока До связи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok